Всем привет! В эфире «Спортивная среда». Ивановские каратисты достойно представили регион на международном турнире «Кубок Босфора-2019». Соревнования прошли в Стамбуле. Из 16 представителей региона 14 завоевали медали различного достоинства. Во многом благодаря владу наших ребят России удалось занять третье общекомандное место на турнире. Представительство на соревнованиях было серьезным. Турнир в Стамбуле собрал 1300 спортсменов из 30 стран. Самые многочисленные команды были из Турции, Греции, Египта, России, Ирана. Спортсменам приходилось выступать даже ночью. Золотые медали у нас заняли Сидоров Егор в личном комитете и Соколов Иван. Это из Сидоров Егора 10 лет категория была, Соколов Ивана это 12 лет категория возрастная. И также в командном комитете ребята 10-11 лет заняли первое место. Сразу 10 рекордов Ивановской области установили пловцы на чемпионате региона. Причем воспитанницы 10-й спортшколы Марии Холоповой покорили сразу две вершины на дистанции 200 метров. На спине она побила рекорд, установленный более 40 лет назад, призеркой Олимпийских игр 1980 года Еленой Кругловой. Такого урожая рекордов не ожидали. Участники старались выложиться на полную. И результат не заставил себя ждать. Чемпионат Ивановской области шел три дня. В общей сложности в нем приняли участие 170 ребят в возрасте 13 и 17 лет. Соревнования проходили по всем стилям плавания. Результат Марии Холоповой на две секунды лучше, чем у бронзовой чемпионки летней московской олимпиады. Я плыла уже очень близко к нему. И, ну, конечно, хотелось улучшить, хотелось его побить. Но так как я не готова к соревнованию, я вообще не ожидала, что получится это сделать. И я, конечно, была удивлена результатом. Теперь новый рекорд Ивановской области в этой дисциплине – 2 минуты 16,84 секунды. Также Мария Холопова превзошла саму себя на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Рэгби завоевывает все больше популярность у юных ивановцев. Многие школы считают честью иметь собственную команду. Узнаем, кому же достался переходящий кубок школьной регбийной лиги. В Иванове завершился второй этап школьной регбийной лиги. В финале встретились ястребы и викинги. Победу держала начинающая команда викингов. Ребята играют вместе всего несколько месяцев. Наша команда молодая, но мы смогли собраться и выиграть два этапа. И третий тоже мы этап сейчас будем выигрывать, захотим его выиграть. Третий этап соревнований начнется уже в конце апреля. Игроки будут готовиться к нему особенно тщательно. По итогам двух этапов всем командам начислят баллы. И у тех, кто вошел в пятерку лучших, еще есть шанс отыграться. Уровень растет. Видно, что дети не просто приходят побегать с мячом, они тренируются что-то на игры, какие-то комбинации, еще что-то. Уровень растет. И вот как полуфиналы и финалы были уже достаточно очень хорошие уровни была игра у команды. Интересно, что в будущем организаторы хотят сделать проект школьной регбийной лиги областным, а в дальнейшем даже выйти на всероссийский уровень, организовать что-то наподобие турнира Кэсбаскет. Это все, о чем мы успели вам рассказать на этот раз. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok